РКРП Поэтому приглашаю всех на милинг, который состоится в 18.30 с начала у Финляндского вокзала. И что интересно, затем приглашаются желающие проследовать в Чаплин Холл. Это такой театр-ресторан-бар, который примыкает к гостинице Ленинград на Пироговской набережной. Там группа «Третий фронт», которым руководит всем нам известный ректор Красного университета, товарищ Пронин, с группой товарищей дают концерт, который посвящен октябрю. Анонсы висят на сайтах, поэтому, наверное, это будет интересно. Пообщаемся, согреться можно будет после прокладной погоды и так далее. Это первое. Второе. 99-е годовщина октября это будет. И о том, как ее праздновать и отмечать, думают коммунисты и наши товарищи во многих странах мира. И вот я только что был в Вьетнаме, в Каноэ, где проходила 18-я традиционная регулярная встреча коммунистических и рабочих партий. На этой встрече принимали участие 59 партий. Впервые встреча проходила на территории страны, где правящая партия коммунистическая. Вообще, Социалистическая Республика Вьетнам, по-моему, это единственная страна, которая имеет официально в своем названии слово социалистическое. А для меня это было еще более интересно, знаете, чем первый раз в жизни я был за рубежом в 89-м году, когда начали чуть-чуть из оборонных предприятий выпускать. И вот я тогда был секретарем парткома и поехал руководителем группы передовиков промышленного производства и строительства во Вьетнам. Первая страна, которая была, теперь я имел возможность посмотреть и в том числе оценить, куда пришел Вьетнам социалистический и куда откатились мы в составе Советского Союза. Ну, это я как-нибудь в следующий раз расскажу более подробно, наверное, да. Но пока хочу сказать, что, значит, встреча прошла, она, как всегда, прошла по-разному. И были интересные моменты, и полезные. Полезно то, что можно там составить впечатление просто о том, кто что думает, кто на какой месте находится, кто куда идет. Состав и ситуация в Международном Коммунистическом Движении довольно разношелся. Говорить сейчас о единстве, да не то что трудно, не приходится. Вот я в своем выступлении такой пример, кстати, использовал. Я говорю, ну как говорить о единстве в Коммунистическом Движении, если вот с нами товарищи из Компартии Китая. 16 октября была встреча, саммит Брикс, где руководитель Китая, товарищ Си Цзиньпин, беседовал с Путиным. И в этой беседе поздравляю, уважаемый господин президент, я поздравляю вас. Ваша партия одержала замечательную победу на прошедших выборах. И это залог стабильного развития, значит, реформ и всей политической ситуации благополучия, так сказать, в России. Ну, выходит, что поздравляет, грубо говоря, с укреплением фундамента антикоммунизма, антисоветизма, могильщиков социализма и разрушителей СССР. О каком единстве дальше говорить? Или еще один момент. Принимался общий документ, он не столько содержательный, сколько привязан к датам. Что будут, вместе будем отмечать столетие Октябрьской революции, вместе будем отмечать там у Маркса есть годовщины определенные, что вместе будем оказывать поддержку в борьбе справедливых народов Палестины, Сирии, ну и так далее. И все-таки в преамбуле содержится какой-то идеологический заход. Вот нам сказано, что коммунистические партии должны бороться со всеми проявлениями буржуазной идеологии. И со всеми ее формами и течением. Ну, правильно сказано, вношу предложение. Давайте в этот момент еще добавим, что и в первую очередь с проявлениями оппортунизма в самом рабочем движении. Потому что не даром Владимир Ильич обращал особое внимание и говорил, что борьба с империализмом, если она не связана с непрерывной борьбой против оппортунизма, есть пустая лживая фраза. Так или нет? Виктор Ильич говорит, правильно вы сказали. Но это вопрос очень сложный. Если мы сейчас углубимся в изучение, что такое проявление оппортунизма, где и как, мы на нашей общей встрече не найдем общего языка и тут пойдем в тупик. Поэтому давайте пока обойдем это молчание. Но это я не к тому, чтобы бросить камень через адрес, а чтобы понимали мы все вместе, что ситуация в международном коммунистическом движении, она ох какая непростая. В том числе не только по отношениям с братьями или товарищами по борьбе в каких-то партиях, но и с прямыми партиями, которые встали на пути ревизионизма и чуть ли не откровенно об этом говорят. Ну, например, французы, да, которые отказались от серпа и молота и считают, что это устаревшая сила. Встреча состоялась. Главным результатом является обмен мнениями и кто что сказал. Поэтому все это в этот раз собрано, собрано заранее на английском языке, в том числе на русском. На сайте Солиднет уже многое вывешено, часть материалов висит на сайте Российской коммунистической рабочей партии, прошу смотреть. А вот как выход еще, ну, итоговый. Принято предложение КПРФ следующую встречу, посвященную 100-летию Октябрьской революции, проводить в России. Ориентировочно Ленинград и Москва, два города. Ну, какой-то день там, какой-то здесь. И участвовали в праздновании. Это принято всеми, и нами в том числе. И мы будем участвовать, как члены списка Солиднет, в этих мероприятиях. Вместе с тем, значит, для тех партий, которые мы считаем стоят на ортодоксальных марксистских позициях революционного марксизма, РКРП и ее союзники, ориентировочно оргкомитет, так сказать, будет проводить дополнительную конференцию. Прежде всего, до базы тех партий, которые участвовали в подписании декларации Октябрь 80-го. Место проведения Ленинград выбран. Значит, планируем мы эту инициативу предложить, поддержать журналу «Коммунистический обзор», международный журнал, нашим товарищам из Компартии Греции, которые являлись инициаторами вообще всех встреч Солиднет, а также тому сообществу, которое известно под названием «Коммунистический институт». Поэтому вот это мероприятие нам предстоит организовывать в Ленинграде. Оно будет состоять из научно-теоретической части конференции, из каких-то дополнительных общеполитических мероприятий, имеется в виду демонстрации или митинг, наверное, культурная программа, часть. Наверное, мы пригласим к участию ведущих специалистов, в том числе фонда рабочей академии, и наших ученых, которые в 1997 году вместе все в этом участвовали. Наверное, настало пора в ближайшее время напомнить декларацию «Октябрь-80» и его содержательную часть. Чем мы, так сказать, займемся, к чему приглашаем всех и будем просить и помощи, в том числе у фонда рабочей академии, у наших товарищей из Рабочей партии России. Ну а пока еще раз с наступающим праздником приглашаем на митинг, который состоится с 7-го у Финляндского вокзала при любой погоде. А дальше на концертную программу, там отметим и более свободное обстановление. Спасибо. Спасибо, Виктор Горькович. Спасибо, Виктор Горькович.